Привет, привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий и мы продолжаем стезис бон тотем. И я эту серию продолжаю записывать почти сразу после прошлой, поэтому если вдруг были очень важные советы, я, к сожалению, их не увижу, но буду надеяться, что я что-нибудь сам придумаю. В общем, у нас появилась надежда. Появилась надежда выбраться на поверхность. И где-то там, за стенами этой лаборатории есть глубоководный аппарат, до которого нужно еще добраться. Нужно забраться в скафандр, выйти туда, в пучину, и там его, наверное, найти. Я так предполагаю. Но скафандр пока не работает. То есть двигатели или ускорители мы починили. Осталось придумать, как дышать. В нем для этого нужно поврежденные легкие исправить. Только как это все исправить, я пока не знаю, но предполагаю, что на этом столе. Вот чем они здесь занимаются? Вот чем они занимаются? Кто эти люди в стазис капсулах? Или они ожидают, может быть, пересадки органов? Или же они, может быть, сами доноры? Или то, или другое, или, может быть, третье. Чего-то пока не пойму. Почитал тут журнал, да? Почитал тут журнал быстренько так, да? Я думаю, что важное сообщение от Тайса Басагарда, этого биолога, было то, что он здесь говорил о этих микробах. Микроб находится внутри акулы, он разрывает ее генетическую структуру, а затем собирает ее воедино, будто пластилин. Та же история с трупами на омеге. Омега, это тоже принадлежало, в общем, корпорации этой Кейн, чем она там занималась. Вроде как бы он говорил с созданием биологического оружия, в общем, все странно. Таких особей вообще не должно существовать. Она не жива, не мертва. Видимо, это микроб-эндемик данного региона, который именно здесь живет, в этом регионе. Он вступает в симбиоз с другими организмами экосистемы, так что заражено здесь практически все без исключения. И мы с помощью вот этого вот микроба, кто заразился, да, мы как будто входим в какую-то общую цепь. Все эти, вот, наверное, возможно, все эти люди слышат какие-то голоса, музыку, что-то им кажется, видится. Вот, наверное, все поэтому и потому. А, кстати, этот биолог Тайс Басагард плохо кончил, его сожрала вот эта вот собака. Когда он заражал всех, он же там запустил по вентиляционной системе это все дело. И, в общем, здесь Бруно Корея пишет, что мы услышали крики и направились к вентиляционной шахте. Каково же было наше удивление, когда мы обнаружили там Басагарда. Он выпускал в вентиляцию какой-то аэрозоль, хохоча, как сумасшедший демон. Он набросился на меня с кулаками и вырубил ударом канистры. Это была последняя ошибка в его жизни. Когда я очнулся, то увидел, что Месси его загрызла. Вот так вот. Может быть, и это Кей Эль Пас, та ученая, которая находится наверху там на платформе, или находилась, да? Она тоже, может быть, пыталась избавиться от своей какой-то болезни. Вот с помощью этих микробов. Не знаю, это я так предполагаю. Может быть, оно совсем тут по-другому. Может, что-то вы мне более вразумительное объясните. Ну, в общем, доизобретались. Доизобретались. А нам нужно, в общем, легкие придумать, как сделать. Нам нужно смыться отсюда. И еще нам нужно что? А, что-то, чтобы тепло там было в этом скафандре. Чтобы мы не замерзли. В общем, давай-ка, Мишка. Давай-ка, Мишка, искать. Искать, искать, искать. Вот. Мишка быстрее побежал. Молодец какой. В общем, нужно искать что-то, что можно заметить. А нам нужно что заметить? Нам нужно заметить... Выберите шаблон производителя. А что это за пиндоктомия стоит? Нам нужно совсем другое. Легкие. Подожди. Вот. Тарактомия пневмоторакса. И сюда нужно подставить что-то, что нам будет нужно. Вот это что-то нужно где-то найти. Я думаю, это что-то где-то должно быть. И скорее всего, на синих каких-то штуках. Это выход. Это нам не надо. Мишка, побежали. Вот эти все капсулы я подключал. Группа крови. Пол мужской. Интубация. Ну и не знаю, правильно я ли это сделал, но сделал и сделал. Что теперь делать? Подожди, подожди, Мишка. Может быть здесь что-то будет. Моисей. Веди нас. Веди нас, Мося. А что вести? Здесь ничего нет. Здесь не на что даже посмотреть. Ну, просто из прошлого опыта что-то должно скрываться в этих синих точках интереса. Может быть на компьютере что-то должно быть написано. Сейчас просто ищем то, что может нам подсказать. Акула, ты можешь нам подсказать? Ну, у акулы была эта замерзшая катушка. Может ее нужно как-то разогреть или она в другом вообще области будет применяться. Пока не знаю. Планшет это планшет. Это просто интересная информация. Для хранения изображений и отправки сэпп... Вот здесь как бы не очень понятно. Что-то может здесь быть. Но изображения... Это вот эти все мутации. Записи не найдены. Там еще на этом компьютере что-то фон можно менять. Ну, пока. Консоль безопасности. Доступ к шахте для спуска. Подожди. Переборка. Подключение к пузырю. Вот этот нам аппарат где-то нужно найти, я так понимаю. Мобильная универсальная лаборатория. Давление. Температура. Там много было цифр. А ну-ка, давай посмотрим. Очень похоже. Что-то такое в голове начинает всплывать. Ты что тут ремонтируешь уже что-то или что? Вы уже тут ремонтом занимаетесь? Явление новонумена. Что это за нумен? Ладно. Посмотрю. Так, вход. Вот, точно. Давление есть. Только это то, что нам нужно или нет? Ну, на всякий случай я запишу эти цифры. 99. Я нашел что-то, но не то, что мне нужно. Но не то, что нужно. Может, подборкой можно найти это все. Продукт. Куда идти? Может, надо было, конечно, подготовиться, но иногда это неинтересно. Интересно вот найти шаблон производителя. Ну, где же он может быть, а? Хотя какие? Давай. Biofix. Genomics Groups. Ну, их тут очень много. Их тут много. Штук 10. Что-то такое где-нибудь. Можно встретить, а? Здесь только цифры. Здесь вот непонятно что. Ладно, Мишка, давай-ка еще походим. Давай походим. Туда идти нет смысла. Здесь тоже ничего нет. Здесь тоже ничего нет. Если мы выйдем, может быть, что-то там увидим. Или можно увидеть. Или можно ее увидеть. Замерзшая катушка. Поврежденные легкие. Просто подбирать как бы долго. Где это можно увидеть, а? Кейн Корпорейшн. Даже не предполагаю, где можно вот увидеть это название-то. Где оно может быть? Попробовать просто его подобрать и все. Может, хорошо. Давай посмотрим, у тебя ничего нет интересного. Изображение заметки. Может, где-то на скафандре? Может, где-нибудь на легких написано это все? Нет, ничего не написано. Нет, ничего не написано. Здесь как бы тоже явно такого ничего нет. Почему оно сбивается? Я же не ту процедуру ставил. Мне нужно поставить легкие. Биофикс. Нет, это не то. Биофикс. Допустим. Биофикс. 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 Ну, это я, конечно, подобрал. Может быть, где-то этот биофикс и был написан. Но, к сожалению, я его не заметил. Мне это не нравится, Чарли Все такое скользкое, здесь опасно Знаю, малыш, но мне нужны эти легкие Можешь их починить? Попробуешь? Я сильный, я храбрый Я сильный, я храбрый Необходима спинномозговая жидкость А где же мое шприц Для подкожных инъекций И сюда, наверное, нужно этим шприцом, да? Мне что-то будут делать укол, я не люблю уколы Спинномозговая жидкость Может у него где-то взять спинномозговую жидкость? Так, ребят, нам срочно нужна спинномозговая жидкость Где мы ее можем взять? У кого мы ее можем откачать? Спинномозговая жидкость Так, ну тут даже я предположить не могу пока что Замерзшая катушка Да нет Сюда это совсем не подойдет Спинномозговая жидкость Ну может где-то у акул ее откачать? Можно где-нибудь взять спинномозговую жидкость У кого-нибудь Да нет, это точно не подойдет Здесь что-то нужно Сюда нужно вернуть Может в другом состоянии Вот эту замерзшую катушку Пока непонятно Где можно взять спинномозговую жидкость? Может пойдем здесь? Сейчас еще пройдемся Может что-то А ну-ка У тебя нет спинномозговой жидкости-то? Чарли? Какого черта? Это водолазный скафандр Разрезанный пополам Да, как и водолаз внутри него Где от тебя черти носят? Похоже на отсек с водолазными скафандрами Господи, здесь еще один труп Продолжу поиски Может разберусь, когда отсюда выбраться Или помочь тебе? Будь осторожна Будь осторожна Мне кажется у него вся уже спинномозговая жидкость вытекла Если она была Но возможно осталось Возможно осталось Нет Черт Нет На нем это не работает На нем это не работает Ну и остальное, конечно, нам тоже тут Зачем? Что это у него здесь? Может с этим шприцом? Обычный шприц для подкожных инъекций Судя по небольшому контейнеру Он предназначен для сбора образцов А не для лечебных целей Мак, а ты что думаешь? Напоминает стимпанки Которые в детстве валялись по всему дому Не самые лучшие воспоминания Ну нет Блин, почему-то у меня надежда была вот сюда, да? Нет Оказывается нет Ну и где мне брать эти Кто может мне сказать? Могу хотя бы выставить сейчас Давление скафандра 738 738 Замерзшая катушка Может ты что-то можешь сделать с ней? Отогреть как-нибудь? Может с другой стороны как-то зайти? Поврежденный на свече зажигания Если потрясти внутри, что-то гремит А-а-а, а ну-ка давай А ну-ка давай Что-то гремит, это хорошо Да, что я делаю? Подожди, подожди Есть еще один вариант Есть один еще вариант Он далеко, да? Это Тот Поросший Трупец Который был еще Перед входом Сюда Может быть Может быть Из него можно что-то Высосать Может быть Сейчас прям побегу Посмотрю Вот Заросшее тело Дайте мне кто-нибудь шприц Нет Да что ты будешь делать Блин Ну тогда я не знаю Нет Ну это конечно Такое Это сюда совсем не подходит Ну что ж, Мишка Готов спинномозговую жидкость Где мы будем брать ее? Я понятия не имею Планшет У нас еще там место было Но там ворота были закрыты Просто Я не думаю Что они сейчас нам Воздуховод Каким-то образом нужны Ну просто какая-то засада Все Больше мне некуда идти Блин Я не знаю Может кто-нибудь из вас На себе возьмет это И как-нибудь На себя Можно применить Взять Взять и Применить А? Ну есть же у тебя Жидкость-то Спинномозговая Здесь что-то тарахнит Он доставать не хочет Эту штуку Он делать с ней Ничего не хочет Со шприцом Делать ничего не хочет Это подкожная инъекция Это не больно Ну Мишке точно Это не светит Ну и где мне ее брать Эту спинномозговую Жидкость Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Может быть где-то колбочки Или что-то Но ничего такого нет Это шляпа Вот только мне ничего не положишь Здесь только данные Больше ничего нет Что-то сделать с этим Навряд ли Навряд ли Возможно Ну это точно Нет, нужно искать Нужно искать Здесь просто карты Куда-то дальше мы можем отсюда выбраться Естественно нет Почему из этих отстанков Нельзя мне откачать Вот тут явно нужно сделать Почему у него здесь холод Что это такое Так, мак Я даже не знаю Я даже не знаю Может ты что-нибудь можешь сделать Я даже не предполагаю Может здесь что-то ты можешь Сделать Нет Нет Куда мы больше никуда уйти не можем Мне просто даже Даже предметов нет Мне кажется Я уже все перепробовал Абсолютно все И что сейчас делать Я даже не знаю Какие-то отпечатки пальцев На мониторе ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет Нет, ну эта штука никуда не вставляется Вставляется Блин Ну вставляется Ну что такое, а? Вставляется Ну надо же И она сейчас разогреется, да? Она разогреется Конечно Нагретая катушка Блин Все Все Поехала Завертелась Закрутилась Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так Так-так-так-так-так-так Что С нагретой катушкой Это делать можно? Может Спину ему нагреть, а? Нет? Нет 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 Значит Ее отдать нужно Мишке Нужно отдать Мишке. Я думаю, что он сейчас ее в акулу снова вставит. Акула как оживет. Да! Любимица Хобб, она жива. Господи! Мося, отойди от нее! Мося! Мося, дайте мне шприц. Мне нужно взять спинномозговую жидкость. Отлично. Нет? Нет? Вы что? А, я беру гарпун. Взрывной гарпун. Почему эта штука была внутри рыбы? Она что, проголодалась? Подожди, отдай это... Тому, кто в этом хотя бы немножко разбирается. Напоминает противопехотное орудие, только в виде гарпуна. Отдай это. Отдай. Отдай Тимаку это. Блин, сколько времени я потратил. Сколько времени я потратил. Вот бы на рыбалку с таким сходить. Вот только эта штуковина весь улов разорвет при попадании. Как она работает. Какой-то баллон прикручен. Может ее на чем-то можно... Берем наконечник, начинаем взрывчаткой. Таким гарпуном можно и резать. Два моих любимых занятия. Итак, у нас появился взрывчатка без запала. Маленький, но крайне неприятный сюрприз. Наконец-то что-то привычное. Осталось найти залп и можно повеселиться. И наконечник. Опасная штука. На выходе может нанести не меньше боли, чем на входе. А что Мося по этому думает? Ну мне просто интересно. Вот любопытно. Опять трачу время, но очень любопытно. Если постучать, раздается смешной приглушенный звук. Может кирпичом стукнуть? Постоянно колюсь обострее. Так, а ну-ка, держи-ка, тебе-ка, эту штуку. Попробуй резануть вот это вот. Да. Охлаждающая жидкость. Охлаждающая жидкость. Так, хорошо. Охлаждающая жидкость. Куда ее вставить? Вот сюда, да? Внимание, замена охлаждающей жидкости принято. Охлаждение работает с установленными параметрами. Вот. У нас решить осталось только один вопрос. Где взять? Кто пожертвует своей спинномозговой жидкостью? Где собрать этот образец? Похоже, наконечник уцелел. Можно будет им что-нибудь проколоть или разрезать, но голыми руками за него лучше не браться. Все так, все так. Что здесь со фауна такая водится, если ее приходится взрывать гарпуном? Я все-таки не знаю. Не оставляю надежды сюда попасть. Может, ты разберешь это? Каким-то образом. Что тут нужно? Это не подходит, да? Что-то собрать, что-то может быть. Нет. Он вообще сейчас нам не интересен. Тогда где мне взять... Слушай, ну с акулой тоже все. С акулой все. Ничего с ней делать не надо. Осталась только спинномозговая жидкость. Мося, пойдем снова к нему. Пойдем к нему. Может быть, мы сейчас его разрежем? Да! Конечно! Нужно добраться... Добраться до самого этого контейнера спинномозговой жидкости. Пойдем к нему. Наконец-то. Наполнили. Как же было вот это? Вот нужно было просто этот диск сопоставить, разогреть его, и все пошло. Все пошло. Все понеслось. Полчаса времени бы просто Мося с тобой потратили. Ну ничего. Куда мы с тобой прибежали? Мы сюда совсем не должны идти. Ну? Что там? Легкие готовы? Продолжить. Ну так, в принципе, мы можем его и собрать, если что. Там столько всего можно ремонтировать. Ты лежи, лежи. Не дергайся. Исправные легкие. Нет, 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 не торопись. Не торопись. Нам нужна... Внимание, замена биологических принято. Биолегкие работают с установленными параметрами. Ну, я думаю, что пора теперь забираться внутрь. Я думаю, что все работает, все восстановлено, все починено, все отрегулировано, стекла протерты. Мы готовы к погружению. Не, я тут, ну подожди. Как, как погружаться? Система Кейн, биотехнологический саваннер для благоводных работ, проверка. Внимание, аппарат работает с установленными параметрами и готов к запуску. Отлично. Ну что ж, поехали. Готовлюсь к погружению. Вот это будет прогулка. Вот это интересно. Мы все глубже и глубже. Подводный мир ждет нас. Так, только не надо говорить, что мы ограничены в кислороде. Мы не должны ни в чем быть ограничены. У нас должно быть все в порядке. Стыковочный шлюз. Отверстие наверху бесцеременно выплевывает водолазов в океан, словно протухшую еду. Панель рядом с перилами предназначена для вызова лифта, но механизм, судя по всему, расплавился. На мул этой дорогой не вернуться? Чарли! Это был билет в один конец! О, что нам делать? Как же ты медленно теперь будешь ходить, Чарли? Прыгай туда. Ну чего, эта карта нам что-нибудь дает? Понятно, дает только информацию о том, что здесь все очень много всего настроено. Ты подожди, ты что, спрыгнуть не можешь, что ли? Как нам спрыгнуть-то? А, все, просто я не туда шел. О, боже, ты снаружи? Да, это... Мак, какая красота! Дно океана! Понимаю, что там красиво, но не забывай, люди там обычно не выживают. Будь осторожна. Какая красота! Какая красота! Как ты вернешься туда, назад? Мужу своему. Кейн. Прожекторы. Вдоль дорожки установлены прожекторы. Их лучи устремлены во тьму. На свету пылинки кажутся микроскопическим метеоритным дождем. А вот так сюда... Я почему-то хочу вот сюда пройти, где сейчас... А я туда не могу пройти почему-то. Не нужно что, обойти как-то или по другому пути нужно идти. Нет, я туда совсем не могу идти. С помощью этой панели водолазы могут совершать несложные опираться внутри мула, находясь за его пределами. Дно океана. Жизнь, где океана бьет ключом? Угу. Стая крошечных крабов расступается под ногами. Миниатюрные медузы вальсируют с плавучим мусором. Вы там будь осторожны. Ты помнишь, что там писали? Это мы уже смотрели. Ходим кругами. Медузы плавают. Там что-то какие-то были создания, которые причиняли вред скафандру. Мула. Круглые постройки мула похожи на огромные зловонные яйца. Я, честно слово, не могу разглядеть эти яйца, но, наверное, оно так и есть. В нижней части мула расположен вход для водолазов. Сбоку видно, как мелкие обитатели подводного мира поедают чьи-то останки. О, господи. С помощью этой панели водолазы могут совершить несложные операции. А, подожди. Мне вот несложные операции. Мне нужно вот посмотреть, что здесь еще вот это. По плоским плитам ходить гораздо удобнее, чем по противной грязи. А, это куда-то переход. Это переход. Ну, ты хотя бы бегать можешь, это уже хорошо. Мак, похоже, это внешняя сторона твоего отсека для спасательных капсул. Я нашла терминал. Сможешь попасть внутрь? Нет. Но, может быть, лучше завысить и тебя, надо только выровнять давление. Ладно. Желательно так, чтобы у меня мозг не выскочил через уши. Поняла. Секунду. Тут клетка какая-то. Это мы... Спасательная капсула застряла. Интересно. А как мы его собираемся вытаскивать-то? Ацетилокислородный баллон. Медузки плавают, как радуют мои глаза. Замок тут, Мак. Давайте мне сюда все. Будем взрывать. Ну, нет, конечно, мы взрывать не будем. И чем-то там ковырять, наверное, тоже бесполезно. Мак, не переживай, мы что-нибудь придумаем. Что-нибудь придумаем. Стыковочный шлюз. Почти пустой. Ржавчина меня слегка тревожит, но что поделать. Почти пустой. Ну, почти пустой. Это, можно сказать, немножко полный. Нет, ну, так нельзя сказать. Не совсем полный. Или нет? Совсем не полный. Ничего себе. Подожди. Фух. Морское днище просто. Дно. Океаническое. Какая красота все-таки. Крабик пополз. Я заметил. Но я оставлю пока эту красоту в покое. Не буду мутить здесь воду. А лучше в следующий раз с вами здесь аккуратненько все спокойно обследуем. Как это можем? Блин, как же я сегодня потратил столько времени на прогрев этой катушки? Ну, ладно. Нельзя нервничать под водой. Надо держать себя в руках. Контролировать все вокруг. В общем, спасибо, что смотрели. И пока-пока. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok